Выживаемость с метастатическим урталиальным раком Мы видим, что пациенты стали жить уже гораздо дольше Здесь вот работа представлена, которая демонстрирует Ренсу В выживаемости у больных в четвертой стадии рака мочевого пузыря В зависимости от пола, почему-то в данном случае мужчины живут чуть дольше 27% пятилетняя выживаемость, а женщины 15% Но тем не менее в этой работе данные по выживаемости в 2016 году И конечно, когда мы говорим про лечение больных метастатическим урталиальным раком Стоит всегда вопрос о том, может ли такой пациент перенести химиотерапию С препаратами платины и конкретно с препаратом цисплатином Огромное количество было исследований, в которых продемонстрировано Что действительно химиотерапия с препаратами платины, с цисплатином Обладает наилучшими результатами по общей выживаемости По частоте ответов, полных объективных ответов И поэтому мы, конечно, стремимся в первой линии большинству из наших пациентов Больных метастатическим урталиальным раком Те, которые могут перенести в соответствующую химиотерапию Эту химиотерапию провести Считается, что нужно проводить от 4 до 6 курсов В зависимости от того, какой эффект Но в настоящее время рекомендации говорят, что можно провести 4 курса И дальше переходить на поддерживающую терапию авилумабом Но, к сожалению, есть пациенты, которые не могут переносить терапию цисплатином Но по критериям, соответственно, могут перенести терапию препаратами платины, но карбоплатином Таких пациентов где-то порядка 40% Есть пациенты, которые не могут переносить терапию ни цисплатином, ни карбоплатином И, соответственно, таких пациентов всего лишь 10% Ну, по данным разных авторов, даже и чуть меньше, иногда 5%. Какие же это критерии? Это критерии Мэтью Гальски разработал в одном из протоколов, где изучалась химиотерапия у больных у ротериальным раком, и вообще, в принципе, химиотерапия препаратами платины. Критерии простые, это такие показатели, как скорость клубочковой фильтрации. Пациенты, которым можно, значит, с платиной, это, соответственно, клитерий скреатинин должен быть желательно больше 55-60 мл в минуту. Для карбоплотина желательно выше 30, но для самого препарата карбоплотина в рекомендациях, вы можете увидеть, даже 15 мл можно проводить. Соответственно, также здесь сенсорная тугоухость, НИХА-2 и ЭКОК-статус-2 и более. Вот если у пациента этих факторов нет, то он может получить сисплатин. Если у него есть те или иные факторы, он не может получить сисплатин. В некоторых случаях, как я сказал, может карбоплотин. Но некоторые пациенты, вот смотришь на него, вроде бы он и подходит, конечно, на карбоплотин, но понимаешь, что не сегодня-завтра он на этом карбоплотине ухудшится, и вот тогда остается вопрос, что же с ним делать. И поэтому, конечно, в рекомендациях на основании исследований, которые проводились, есть какой-то пациент, в котором можно назначить иммунотерапию. Это должны быть пациенты, которым нельзя проводить сисплатин. Им можно назначить карбоплотин, но если у них есть высокая экспрессия ПДЛ, то такому пациенту можно назначить иммунотерапию, потому что, как я покажу дальше, в исследованиях для этих пациентов с высокой экспрессией ПДЛ, кому нельзя проводить сисплатин, были получены достаточно хорошие результаты по выживаемости и ответам. Ну, конечно, надо говорить о том, что химиотерапия – это вариант достаточно токсичного лечения. Долгое время мы использовали, химиотерапевты использовали режим МВАК, но потом проанализировали, что оказалось, при режиме GC, гемзарцисплатин, в общем-то, были получены сопоставимые результаты по эффективности. Видите, что показатели безпрогрессивной выживаемости в данной работе – это два анонимизированных лечких исследования, третьи фазы здесь приведены в виде таблицы. Выживаемость без прогрессирования около 7 месяцев и на МВАК, и на GC. Полуторалетняя общая выживаемость 37-38%, но, вы видите, есть некоторые отличия по частоте регистрации нейтропении. На МВАК эта частота в 2 раза выше, чем на GC – 65% против 30%. А для тромбоцитопении мы здесь видим, что GC чуть выше частота, в 2 раза выше частота по сравнению с МВАК. И, в общем-то, когда проанализировали все эти данные, оказалось, что, конечно, проще проводить терапию, которая лучше переносится, гемзарцисплатин, и поэтому в настоящее время большинство химиотерапевтов, онкологов и урологов предпочитают нашим пациентам проводить терапию именно в этом режиме. Но если мы с вами посмотрим, как отличается выживаемость, в зависимости от того, какую терапию наши больные получат, то здесь кривые выживаемости с левой стороны – это пациенты, которым можно провести химиотерапию с исплатином. Общая выживаемость больных – 15 месяцев. Общая выживаемость – год с небольшим. Это очень мало. В том случае, если пациентам нельзя проводить с исплатином, они получают карбоплатин, это правая сторона графика, вы видите, что их общая выживаемость всего 9 месяцев. То есть они даже год не переживают. Поэтому, да, действительно, мы стремимся к тому, что весь пациент может переноситься из исплатина, он и получал эту терапию. Но потом, сейчас, в настоящее время, конечно, если получает гемцист, то далее поддерживающую терапию вилломабом. Но, как я говорил, в 2015 году к химиотерапии наконец появилась иммунотерапия. И мы вошли в такую эру иммунных препаратов у больных ротериальным раком. Химиотерапевты обрадовались, потому что иммунотерапия переносится гораздо лучше, чем химиопрепарат, естественно. И, в общем, ряд исследований второй фазы продемонстрировали, что мы действительно можем назначать терапию с высокой экспрессией в первой линии. И большое количество пациентов появилось, которым мы начали проводить эту терапию. И даже получать очень хорошие ответы у этих пациентов. И, в общем-то, появилась некоторая надежда для наших больных. Но я хотел бы привести несколько исследований, в которых продемонстрирована длительная эффективность иммунотерапии у больных в первой линии тех пациентов, которым нельзя проводить терапию с эсплотином. И, как правило, это пациенты именно с высокой экспрессией ПДЛ-1, как это зарегистрировано в России и в других странах мира. Здесь уже, наверное, известное вам давно исследование ВИГР-130. Оно одно из последних крупных исследований. 1200 пациентов было включено. Было три группы. И основная цель в этом исследовании была как раз-таки доказать, что одномоментное назначение химио-иммунотерапии улучшит результаты выживаемости нашим пациентам по сравнению с просто химиотерапией либо просто с иммунотерапией. Но первые результаты, которые были, они были позитивные в отношении выживаемости без прогрессирования, но негативные в отношении общей выживаемости. Но вот в этом году как раз на конгрессе АСКО-ДЖИЮ были озвучены финальные результаты по общей выживаемости. Исследование считается отрицательным, то есть оно не достигло своей цели. И, в общем-то, мы из этого исследования можем сделать вывод, что комбинированная иммуно-химиотерапия пациентам не показана. Но были получены интересные факты в отношении иммунотерапии, монотерапии, отеза лизумабом конкретно, у отдельных групп пациентов. Я буду говорить как раз про пациента с высокой экспрессией. Видите, здесь таких пациентов было 24% с иммунокомпетентной клетки 2.3 индекс и 44% единица. Так вот, если мы посмотрим на эту таргетную группу, которым можно по рекомендациям рекомендовать иммунотерапию, то в этом исследовании мы увидим, что медиана выживаемости у больных с высокой экспрессией ПДЛ была 18,6 месяцев по сравнению с 10 месяцами в группе химиотерапии. Это больные, которым нельзя было назначить химиотерапию с исплатином. То есть они получали карбоплатин плюс гемцитабин. Но вот мы сами видим, что в данном случае, в этом протоколе было показано достоверное преимущество выживаемости в группе с высокой экспрессией VTIC 2.3. При этом обратите внимание, графики после 3 лет, они так выравниваются и идут в виде такого плата. И в общем-то вот эта разница, она достаточно приличная. Важна ли она нам? Конечно важна. Если пациенты достигают ответа, то вы видите, что они живут долгое время и большинство из них не прогрессирует. И в общем-то эта плата появляется где-то начиная со 2-го года. Если больной ответил, вот он лечится в этом протоколе уже до 5 лет и большинство из этих пациентов не спрогрессировали. На химиотерапии все-таки часть пациентов прогрессирует. Если говорить о том контроле над заболеванием, который был получен в этом исследовании на монотерапии отезолизумабом в группе цисплотения подходящих пациентов с высокой экспрессией, то, во-первых, были зарегистрированы полные ответы в 12% больных, это достаточно хороший показатель, и частичные ответы в 28%. То есть частота объективных ответов была в 40%. Это такой показатель достаточно приличный, как и для химиопрепаратов. А если сюда добавить стабилизацию, то получится контрольное заболевание было в 62%. И для больных ортолиальным раком метастатическим это действительно хорошие показатели. Если сравнить ту переносимость, которая была у пациентов, получавших в этом исследовании химиотерапию, либо монотерапию отезолизумабом, то вы видите, что третья степень токсичности на иммунных препаратах была крайне низкой, всего 16%. Ну, вообще, в принципе, для большинства препаратов 16-19% это показатель, а на химиотерапии это 80%. Зная, что средний возраст пациента в Российской Федерации и, в общем-то, в мире больного ортолиальным раком 68 лет, это пациенты, у которых сопутствующая патология есть, и масса других проблем, включая там задавление мочеточников и нарушение функций почек, конечно, не каждому можно назначить такую химиотерапию, и не каждому можно ее провести. Поэтому иммунотерапия действительно для некоторых пациентов выглядит выигрышно. Есть, вы знаете, онкологические препараты, которые блокируют рецепторы, есть, которые блокируют легант ПД, и, соответственно, здесь, мне кажется, что в большинстве случаев это некоторые такие спекуляции. Есть работы, которые демонстрируют, что вроде бы как препараты, блокирующие легант первого типа, это более избирательный механизм, и нежелательные явления регистрируются реже, вот на 58% ниже частота регистрации нежелательных явлений, например, на отезолизумабе, среди вот большого количества исследований, в которые вошло более 20 тысяч пациентов. Если посмотреть отдельно нежелательные явления, вот также представленные в метаанализе, вы видите, что при сравнении ПДЛ с ПД-1 ингибиторами было преимущество за, ну оно недостоверное, видите, в большинстве случаев, но, тем не менее, преимущество было в пользу ПДЛ препаратов. Ну и еще одно исследование, о котором бы я хотел напомнить, это одно исследование, на основании которого была зарегистрирована эта опция в первой линии, это исследование Invigar 210, было две когорты, когорты, вот один, это как раз больные, которым нельзя было назначить химиотерапию цисплатином, можно было назначить карбоплатин, и это были больные с высокой экспрессией. Вот в это исследование было включено 119 пациентов и назначена монотерапия отезолизумабом с контролем каждые три месяца. Что мы с вами можем сказать? Во-первых, период наблюдения в этом исследовании достаточно длительный, и вы видите, что медиана общей выживаемости в общей популяции составила 16 месяцев. Я напомню, что на химиотерапии гемзар карбоплатин, медиана выживаемого с рандомизированным исследованием, была 9 месяцев. Здесь 16 месяцев, и это очень действительно здорово для некоторых пациентов. А если мы прям посмотрим отдельно, в зависимости от экспрессии ПДЛ-1 на правой половине слайда, вы видите, что к 60-му месяцу 27% больных доживали с высокой экспрессией ПДЛ-1. И это действительно много, потому что раньше, как я говорил, это было порядка всего лишь 5-6% наших пациентов. Причем, если мы с вами посмотрим при длительном наблюдении результаты, то вы видите, медиана длительности ответа в общей популяции, она составляла почти 5 лет, 59 месяцев на тезолизумабе, причем медиана, вы видите, как раз график совершенно прекрасный. И здесь с правой стороны отдельно делятся пациенты на пациента с высокой экспрессией и с низкой экспрессией. Медиана не достигнута для пациентов с высокой экспрессией, соответственно, верхний график темно-синий и чуть более светло-синий пациента с низкой экспрессией, где медиана была 53 месяца. То есть мы видим действительно уверенное преимущество в пользу эффективности иммунотерапии у больных с высокой экспрессией ПДЛ-1 в группе цисплатин непригодных пациентов. Ну и возвращаясь вот к одному из исследований Тимофеева Ильи Валерьевича, который сегодня с нами присутствовал, он проанализировал, как эффективность терапии в российской популяции было включено большое количество центров по России и удивительно были получены результаты. Вот вы видите здесь 246 пациентов было включено в это исследование и оценены результаты эффективности. В том случае, если у пациентов, неважно в какой линии была иммунотерапия, мы видим с вами, что вот эта зеленая кривая, это кривая выживаемости у пациентов, у которых в любой из линий была иммунотерапия. И медиана была 34 месяца, то есть почти 3 года. То есть если больной отвечал на иммунотерапию, то действительно эти пациенты жили дольше. Если же иммунотерапии не было, то мы с вами видим, что медиана общей выживаемости была короткой, всего лишь 5,5 месяцев. Это данные нашей российской популяции. Конечно, в настоящее время появились исследования из реальной клинической практики. Здесь три исследования по применению, соответственно, иммунотерапии во второй линии распространенного инотерапии, мы с вами видим, что в большинстве исследований выживаемость без прогрессирования была около 4 месяцев. Общая выживаемость около 8-9 месяцев. Это вторая линия, напомню. И частота ответов в разных исследованиях менялась от 24 до 31, а контроль над заболеванием от 43 до 66%. Но, как мы с вами видим, переносимость была достаточно хорошая и в исследованиях зарегистрировано от 5 до 20% нежелательных явлений третьей-четвертой степени тяжести. Одно из наиболее крупных исследований, вот оно было доложено в декабре 2022 года на конгрессе ЭСМО, на котором обсуждают результаты лечения иммунологическими препаратами, в это исследование было включено 116 пациентов. Вы видите, что здесь пациенты были с ЭКОК-статусом 2-3, почти 18%. Соответственно, в этом исследовании было получено, что частота объективных ответов 31% составила, причем полных ответов было зарегистрировано 10%, это во второй линии терапии, что действительно очень здорово для наших пациентов. И медиана общей выживаемости была 7 месяцев, а выживаемости без прогрессирования 4 месяца. Ну и, как я уже говорил, связанные с лечением нежелательной явлений тяжелой степени тяжести были зарегистрированы всего в 5% пациентов. Ну и если вот так вот представить алгоритм лечения больного метастатическим норклеальным раком, он хорошо отражен на данном слайде, видите, что с левой стороны, если нет противопоказаний цисплотина, мы проводим химиотерапию с цисплотином, 4-6 курсов, дальше поддержка авилумабом, при прогрессии можно назначить будет иммунотерапию авилумабом, либо другие варианты химиотерапии. Если есть противопоказания цисплотина, то вы должны определить экспрессию ПДЛ-1, если она высокая, то вы можете пациенту как проводить химиотерапию с карбоплотином и далее можно назначить авилумаб, так и назначить иммунотерапию авилумабом по, в общем-то, вашему выбору и в зависимости от статуса пациента. Ну и, естественно, если у пациента плотина непригодна, и нельзя ни карбоплотин, ни цисплотин, то здесь, конечно, можно использовать иммунные препараты, такие как тезолизумаб. И еще я хотел бы сказать, что дружная нам организация Русска проводит, в общем-то, анализ на экспрессию ПДЛ-1 нашим пациентам бесплатно и, кроме того, анализирует заодно и экспрессию FGFR для того, чтобы в будущем понимать при прогрессии, может быть, некоторые из пациентов можно будет назначить FGFR-мутат, эти препараты-ингибиторы. Надеюсь, что они появятся в ближайшем времени. Вот. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ